На сегодняшний день смартфоны очень прочно вошли в нашу жизнь, и мы их практически не упускаем из рук. Потерять смартфон гораздо страшнее, чем, например, паспорт или ключи от дома, потому что в нем все наши связи с реальным миром. Но и так было далеко не всегда, и сегодня я предлагаю вспомнить, когда появилось понятие смартфон, а также как развивались технологии, без которых мы уже не представляем свою обычную жизнь. Когда мобильник стал называться смартфоном? На самом деле многие функции, которые мы используем сегодня, были доступны уже давно, еще в 90-е годы прошлого столетия, когда появились сенсорные экраны. Такие задачи, как чтение книг, навигация, просмотр фото и видео, игры, диктофон, записи от руки, ежедневник и так далее, выполняли карманные компьютеры, КПК или по-английски ПДА. Модуля сотовой связи в них не было, поэтому приходилось раздавать интернет с телефона через Bluetooth или инфракрасный порт, либо просто скидывать с компьютера все необходимое. Сим-карта в КПК появилась в 1996 году, когда Nokia выпустила так называемый Nokia Comunicaтор 9000, откуда, собственно, и пошел термин «коммуникатор». А вот именно смартфоны появились в начале 2000-х, первым из них, условно, считается R380 от компании Ericsson. Но вот ближе к 2005 году, когда еще учился в школе, помню, началась настоящая путаница с терминами. Стала стираться грань между смартфонами и коммуникаторами, и те, и другие имели полноценные операционные системы, в основном Symbian или Windows Mobile. Разница была в том, что коммуникаторы больше походили на КПК, имели большой экран и часто полноценную физическую QWERTY клавиатуру. Смартфоны были похожи на телефоны и совсем не обязательно должны были иметь сенсорный экран. В частности, компания Nokia до последнего продвигала именно кнопочные смартфоны, из-за чего ей пришлось сдать позиции. Помимо всего этого, активно продавались и обычные сотовые телефоны без полноценной операционной системы. На них ставили Java игры и приложения. Сенсорный экран мультитач. Резкий скачок технологий произошел в 2007 году, когда произошло сами знаете что. На самом деле, даже сегодня некоторые мне говорят, что iPhone не принес ничего нового. Все дело в грамотном маркетинге и продаже. Отчасти они правы, принципиально новых функций не появилось. Более того, iPhone функционально даже уступал многим аппаратам. Но дело было в новом пальцеориентированном подходе к взаимодействию со смартфоном. То есть без использования стилуса и кнопок. Это стало возможным благодаря применению технологии мультитач. Экран распознавал несколько касаний одновременно. Стекло горило глаз. Наверное, об этом знают не все, но первое закаленное стекло горило глаз появилось именно на айфоне в 2007 году, благодаря Стиву Джобсу. До этого использовали пластиковые экраны, которые очень сильно царапались от посторонних предметов в кармане, а также от использования стилуса. Приходилось постоянно мучиться с защитными пленками. Амолед экраны. Если уж говорить об экране, то невозможно не сказать о технологии органических светодиодов OLED, которая позволила значительно улучшить картинку на дисплее. Первым смартфоном с такой технологией был Nokia N85. Кто помнит такой или у кого был, палец вверх. На сегодняшний день лучшие амолед экраны производит компания Samsung. Камеры. Камеры в мобильных устройствах появились очень давно, еще до смартфона. Но дело в том, что очень долгое время их не воспринимали всерьез. В начале 2000-х более крутые камеры были на обычных телефонах, например, таких как Sony Ericsson K750i. Типа камерафон. А на смартфонах и коммуникаторах они не так уж были нужны. У меня в школе был коммуникатор вообще без основной камеры Sony Ericsson M600i. Примерно после 2000-го года камера становилась одной из главных функций смартфона, и производители начали конкретно их совершенствовать, увеличивая размер пикселей и так далее. В 2015 году на рынок вышли аппараты со сдвоенной основной камерой, позволяющей создавать портреты с эффектом боке. А в 2018 году на рынке появился рекордсмен Huawei P20 Pro с его тройной основной камерой. Этот смартфон до сих пор остается лидером в рейтинге DXOMAR. Сегодня смартфоны даже умеют снимать видео в формате 4К 60 фпс. В 2000-х годах, если вы про такое кому-то сказали, ну в лучшем случае над вами бы посмеялись. Стереодинамики. Немалый вклад в развитие смартфонов внесла компания HTC, которая выпустила первый Android смартфон, а также сделала просто суперскую по тем временам графическую оболочку HTC Sense. Об этом я рассказывал в отдельном видео, посмотрите его по подсказке сверху. Также HTC предложила стереодинамики BoomSound, что долгое время выделяло их смартфоны из общей массы. NFC. Чип, который сегодня используется в основном для оплаты покупок в магазинах, появился тоже достаточно давно. Еще в 2006 году на Nokia 6131. Только вот он использовался в основном для всякой фигни. NFC меток, считывание транспортных карт, например. А сервисы Apple Pay, Samsung Pay и Android Pay, которые нам облегчили жизнь, появились всего лишь пару-тройку лет назад. LTE. Сегодня мы просто не можем без мобильного интернета с хорошей скоростью загрузки данных. Мы привыкли к LTE, четвертому поколению передачи сотовых данных на скорости свыше 20 Мбит в секунду. Первым смартфоном с такой функцией стал Samsung Galaxy S4 2013 года. Сканер отпечатков пальцев. Технология распознавания отпечатка пальца значительно улучшила безопасность личных данных. Многие заблуждаются, думая, что Touch ID впервые появился на iPhone 5s в 2013 году. Было еще несколько моделей смартфонов и коммуникаторов задолго до iPhone, которые уже имели такие сканеры. Но они были не особо популярны. Важно ведь не просто создать технологию, но еще и грамотно преподнести ее на рынок. В 2018 году компания Vivo показала первый смартфон со сканером отпечатков пальцев, встроенный прямо в дисплей. Распознавание лица пользователя А вот распознавание лица пользователя стало значительной эволюцией технологии безопасности. Первую подобную технологию предложила компания Samsung в Galaxy S8, однако ее можно было обмануть обычной фотографией. iPhone X в 2017 году предложил рынку реальное объемное сканирование лица и более высокую степень защиты от несанкционированного доступа. Теперь вы знаете, когда появились смартфоны и как развивались их технологии с начала 2000-х годов по сегодняшний день. В комментариях пишите, какие еще важные для пользователей технологии я пропустил. Напомним их всем. Ну а теперь игра. Укажите, на каком смартфоне впервые была использована технология сканирования отпечатков пальцев. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok